Обычный день из жизни обычного осужденного. Его задача поставить забор. В яме обнаруживается диковинная бутылка. Открой! Открой! Из бутылки появляется джин. Он просит называть его дым. Дух может исполнить три желания. Осужденный сначала просит стакан водки, а потом то, на что ее можно купить. Джин, дым. А денег можешь? Денег? В раз. Только скажите, сколько вам надо для полного счастья, Николай? Для счастья надо всего 100 тысяч рублей, но в зоне деньги не спрятать. Если обнаружат, об условно-досрочном освобождении можно забыть. На что же потратить третье желание? До последнего момента никто не знал, что у джина попросят осужденный. Вот такую интригу закрутил режиссер. У меня есть свой метод такой. Я не даю возможности людям знать весь сценарий до конца. У меня артисты не знают сценария. Они не знают, что будет дальше. Они не знают финала. Они живут как в жизни. Ведь вы же не знаете, что будет завтра. И когда мы подошли к финалу, и когда я им сказал, что произойдет, и что надо сказать, и как это мы подрепетировали, то я видел, что многие вдруг остановились и стали через себя пропускать эту мысль. Герой фильма просит подарить ему свободу, и Джин соглашается. Но документы об освобождении дать не может. А значит, осужденный побудет на воле всего несколько дней. И опять сядет. Между прочим, и сам Джин томится в бутылке за тяжкое преступление уже 1753 года. Я давал людям то, что они не должны иметь. То, что им не принадлежит. А вот это, к сожалению, и есть. Самое большое преступление на земле. С него и начинаются все несчастья человеческие. К такому выводу режиссер пришел сам. Он же, кстати, выступил и в роли Джина. В 2010 году Александру Дьяконову дали 8 лет за контрабанду наркотиков. Арестовали прямо в аэропорту. И хотя он до сих пор виновным себя не считает, свою жизнь в зоне признает как расплату за что-то другое. Престижная работа журналиста-международника. Офис НГА. Вот что было в прошлой жизни. Впрочем, свое пребывание в зоне Дьяконов считает командировкой. Каких было сотни. Именно в Везняковской колонии он начал снимать фильмы, которые никого не оставляют равнодушными. Было все очень сложно. Но я хочу сразу сказать, что если бы не было поддержки со стороны заместителя начальника по воспитательной работе, подполковника Сурового, наверное, ничего бы не получилось. Но вот есть такие вот сотрудники, которым неравнодушно, которым не все равно далеко. В короткометражном фильме есть немало моментов, когда пришлось на ходу придумывать, как сделать тот или иной спецэффект. Бутылка крутится, она вот именно так, за ниточку. И вот висит человек на специальном, таком, значит, как бы сделанном стеллаже, на котором он сверху вот так ниточку, ее не видно, а он рукой вот так крутит. А я вот этой маленькой мыльницей Сони снимаю и кричу ему «быстрее, быстрее, быстрее». Чтобы снять, как из бутылки появляется джин, потребовалось искромсать на несколько теннисных шариков, завернутые в фольгу, они начинают не гореть, а именно дымиться. Так в детстве Дьяконов хулиганил с мальчишками во дворе. Да и сейчас все микросюжеты из жизни Зоны он бережно, почти каждый день записывает в специальные тетрадочки. Возможно, жизнь за решеткой ляжет в основу будущей пьесы или книги. Но это будет уже на свободе. До нее осталось чуть более полутора лет. Ирина Начарова, Константин Миронов, 6 канал.